Невидимая брань И правда ли очень важные вопросы озвучены? Действительно, человеку важно понимать, вообще он в правильном направлении направлен, и сколько идти по этому пути. Когда мы можем себе сказать, что да, научен я какой-то добродетели, чтобы, скажем, взяться за воспитание себя в другой. Вот и посмотрим, послушаем, что же нам здесь советуется. «Времени, сколько нужно упражняться в добродетели, чтобы установиться в ней, нельзя определить умозрительно. Это пусть уже всякий сам для себя полагает, судя по своему состоянию, своим обстоятельствам и своим успехам в духовной жизни. Особенно же по рассуждению своего старца или духовного отца, руководящего его». То есть вот сразу же важное замечание, что нужно осторожно подходить к вопросу оценки самого себя. К великому сожалению, наше самолюбие, наверное, до самой кончины нашей, до исхода нашего вечность, будет отравлять наше сознание, наше понимание самого себя. Всегда нам хочется как-то вот видеть все-таки себя хорошим, похвалить где-то себя и порадоваться каким-то успехом. Не всегда это греховно, потому что если человек видит, что Господь сподобил его добиться какого-то успеха, и благодарит Бога, и радуется тому, что вот так вот участвует он в промысле Божьем, что же в этом может быть плохого? Но, к сожалению, все-таки часто примешивается наше тщеславие, наше самость. Так вот, очень хорошо здесь пользоваться мнением других людей. Это вообще же такая вот есть известная мудрость. Если хочешь узнать саму себя, то прислушайся, что тебе люди говорят, окружающие. Особенно люди, которые не сильно заинтересованы в тебе, у которых нет искушения тебя обманывать, льстить, как-то вот подстраиваться под твое настроение, а так вот посторонние. Ну, а тем более, да, мнение старца, духовного отца. Это, несомненно, то мерило, которым нужно пользоваться. Впрочем, у кого ревность его преуспеяние жива, и он не останавливается ни перед какими трудностями и средствами, у того скоро обнаруживается явно немало успеха. То есть вот бывают все-таки ситуации, когда вот успех добродетели, он показывается. Там не нужно уже гадать. Да, научился чему-то, не научился. Ну, вот смотрите, сразу же, да, вот это замечание. У кого ревность жива, ревность и, соответственно, вот это стремление вперед, это нежелание останавливаться перед какими трудностями вот на пути добродетели, тогда и плоды являются. А вот когда ревности нет, ну что ж, тогда и плодов не видно. «Признаком же успеха служит то, что вступивший на путь добродетели, ревность натечет по нему с твердой решимостью не соступать с него, как бы трудно это ни было, и каких бы жертв ни требовало, несмотря ни на случающееся по временам охлаждение омрачение души, ни на скудение духовных утешений и благодатных радований, какое попускается по-божьему о нас промышлению на пользу нам». Вот признак, да, вот первый признак такой успеха, что действительно я стою на правильном пути. Это когда, еще раз скажем, есть твердая решимость, ревность, не сходить из пути добродетели, что бы ни случилось. Это то, когда человек твердо стоит на пути, идет вперед, не смущаясь тем, что бывает иногда какое-то охлаждение, омрачение. Это вот очень важное замечание, потому что, к сожалению, очень часто мы, христиане, начинаем ослабевать, а порой вообще останавливаться, иногда даже и бросать этот путь спасительный, когда видим, что ну как-то уже привычка появилась какая-то, знаете, уже благодать не так остро ощущается, то вообще перестает человек ощущать. Каждый, наверное, может вспомнить себя в начале своей церковной жизни, как все было новым, как все было действительно по-хорошему, интересным. А проходят годы, человек замечает, что уже нет таких ощущений, нет каких-то утешений, а порой хочется, а утешений нет, и начинает человек хандрить, что ну вот, наверное, все как-то не так, все не этак, и бросает дело. А вот надо бы как раз и наоборот. Встал на пути, иди вперед, чего бы ни было. И вот если у тебя вот будет этот путь, если не сходишь, то если решимость у тебя не пропадает, это признак того, что да, ты на верном пути. Вторым не менее верным признаком преуспеяния служит степень силы брани, какую воздвигает против добрых решений и дел плоти. Чем более слабеет себя брань, тем более преуспеяние в добродетели явно продвигается и вперед. Поэтому, когда не чувствуешь брани или нападок со стороны низшей чувственной части своей, особенно в то время, когда имеешь перед глазами возбудительный к тому случай, то можешь верить, что добродетель твоя довольно уже восприяла силу. Но ты, если ты начал совершать дела свои на пути добродетели с большой готовностью и радостью духовной, чем прежде, можешь почитать признаком преуспеяния в добродетели даже еще более верным, чем усмирение плоти. То есть вот здесь нам еще какой признак показывается. Каждый из нас знает, как порой тяжело превозмогать самого себя. Собственную лень, собственное нерадение, усталость тела. Причем ведь часто мы не можем даже как-то распознать, действительно ли я настолько устал, что, скажем, не могу почитать правила утренней, вечерней. Может быть, я просто ленюсь. И олень, она просто так вот маскируется под усталостью. Ну и много здесь можно примеров каких-то привести. Вот если вначале тяжело, то признаком, видимо, успеха является то, что человек начинает побеждать плоти, начинает побеждать, даже нельзя сказать побеждать, он начинает исправлять свою волю, которая до то ли она подчинялась чувственности, но здесь уже обрела силу и способна управляться уже умом человеческим. То есть человек знает, что надо делать, он полагает, как доброе, и все его силы не готовы уже слушать его. И тогда это сопротивление плоти, так скажем, нашей чувственности, нашей страстности становится все слабже и слабже. Но, как опять же здесь подмечено, что вот большая готовность, да большая готовность, радость духовная на пути добродетели все-таки является признаком таким вот более качественным. И преподобный Исаак советует, определив цель, которой должно направлять все дела жизни своей, держать все мысли, знаки и приметы, расспросив о них опытных, правым ли путем идешь или уклонился от него, и идешь какой-нибудь стезей вне настоящей дороги. Знаки же и приметы полагает он следующим. Если увидишь, что ум твой не терпит насилия, а свободно действует и течет в добрых помыслах, то это знак, что ты простираешься вперед. Равным образом, когда во время стояния на молитве ум твой не парит туда и сюда, и внезапно стих молитвенный пресекается на языке твоем, и на душу твою налагают оковы молчания, без участия твоего произволения. Тогда также подмечаешь, что при каждом возникающем в душе о твоей добром помысле и припоминании при каждом духовном созерцании очи твои наполняются слезами, и слезы без принуждений текут по щекам твоим, или когда иной раз видишь, что мысль твоя сама собой, без твоего содействия погружается вглубь сердца твоего и пребывает в этом состоянии какой-нибудь час, причем мир царствует в помыслах твоих, все это суть признаки, что ты добре преуспеваешь на пути воспринятой тобой духовной жизни. Вот очень важные здесь моменты отмечены. Видимо, да, говорится о умном делании, о состоянии ума человеческого. А ведь это действительно самое центрове духовной жизни. Это именно умное делание. Ум должен прийти, как вот здесь сказано, мысль должна вернуться вглубь сердца твоего. Ум должен прийти туда, где находится дух человеческий. И именно состояние ума, оно и определяет, в каком состоянии мы находимся. Ну, вот пример здесь ведь можно привести очень простой. Опять же, посмотрим на себя, на свое состояние, когда мы находимся на молитве. Дома ли мы молимся, или в храме ли мы молимся. Что происходит с нашими мыслями? Видим, что шум, гам, внимание рассеивается, мысли разлетаются, все очень сложно, все это никак нельзя успокоить. То есть мира нет, тишины нет, чаще всего. А вроде бы, да, какие-то что-то делаем, стараемся. Но вот пока не наступит эта тишина, пока ум не вернется на свое место, до этого момента нельзя сказать, что человек как-то вот успевает в чем-то добром. При всем том, однако же, не следует питать полную уверенность, что мы совершенно установились в искомой добродетели, или окончательно победили какую-либо страсть. Хотя бы иной раз долго времени чувствовали при рожении и движении ее, потому что тут может скрываться злая кознь человека ненавистного дьявола и лукавства живущего в нас греха, по которым нередко представляется нам в себе добрым и посокровенной гордости нашей, признается таковым то, что поистине есть совершенно противоположного свойства. И кроме того, если помыслим о совершенстве, к которому призывает нас Бог, то хотя бы мы уже довольно время шли путем добродетели, скорее подумаем, что едва ли и начало достодолжной жизни положено нами, нежели что мы уже остановились с ней. Посему и святые отцы называют несовершенной, не чуждой недостатковой жизни и самих совершенных людей, как вот, скажем, Лествич не говорил, и совершенных несовершенно совершенства. Потому что действительно в каждом человеке есть ложь, каждый человек он ненадежен. И вот тоже очень важно это иметь в виду. Не увлекаться, опять же, вот этим мнением, что я уже там чему-то научился уже до конца. Даже если видишь хорошие признаки, которые мы с вами перечислили только что. Очень лукав и дьявол, и плоть наша лукава, и гордыня наша умеет маскироваться и скрываться. То есть очень важно в духовной жизни иметь некую степень недоверия самому себе. Недоверие. Что ж, какая наша задача? Оплакивать грехи свои. Вот оно. Это то, в чем точно не проиграем, в то, в чем точно не ошибемся. Радоваться каких-то успехов, даже если не есть, ну, для этого нам вся блаженная вечность будет предоставлена. Ну, а пока, что ж, поплачем. Святой апостол Павел совершенство полагает в том, чтобы непрестанно устремляться в преднее, не озираясь спять и не думать, что уже достигли чего-то искомого. Вот это же сам апостол Павел. И тот учил тому, что стремись вперед, не останавливайся на достигнутом. Да, не думай, что будто бы уже все у тебя. Совершенство наступило, и больше искать нечего. Да, совершенство, то и совершенство, чтобы не думать, что мы достигли совершенства. То есть быть в состоянии добродетельным, чтобы не стоять, а все устремляться непрестанно к добродетели.